Добрый вечер! Это программа «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время». Давайте в этой программе выучим слово «праздник». Тем более, слово хорошее, не грустное. А во-вторых, Латвия отмечает на этой неделе День независимости. Так что у латвийцев праздник, то есть светки. Когда праздник будет у литовцев, они скажут «швеанты», а эстонцы – «пиду». Впрочем, кроме праздников, никто не отменял и будни. Об этом подробнее. С вами в Рижской студии, Евгений Эрлих. Сегодня в программе. Очевидное, невероятное. Враги стали друзьями, первые и последними. Правительство рухнуло, а премьер ушел в отставку. Большой переполох в эстонской политике. В эстонии происходит в микрокосмосе то, что происходит в мире. Вспомнить все. Латвия отмечает то, что нельзя потрогать руками. Свободу и независимость. Победителей не судят. Союз крестьян и зеленых победил на выборах. Но в борьбе за реформы можно и проиграть. Литва на породе перемен. Все это будет прописано в правительственной программе. Модный приговор. Русский коллекционер открыл в Риге музей моды. Горожанам просьба беспокоиться. А знаете почему? Много сквозняка на чердаке. Наверняка многим кажется, что политика – дело скучное. А интересоваться политикой в чужой, да еще и маленькой стране, ну, такой, как Эстония, совсем странно. Чая не Америка? А если так, он был героем много лет, но его предали свои, вонзили нож в спину. И, казалось бы, главный враг нашего героя должен ликовать. Победа, но нет. И он повержен. Тайный заговор. Фавориты свергают королей. Союзники становятся врагами. И все друг другу улыбаются. О чем это я? О том, как в Эстонии рухнуло правительство. В общем, нет повести печальнее на свете, чем репортаж из Сталина. Нашего журналиста Марии Андреевой. Ему 66 лет. Для политика совсем не возраст. Еще год назад он считался, безусловно, политической звездой Эстонии. Его любили и ненавидели, но он был непотопляем. И никто не предполагал, что затонет он быстро и стремительно, как большой роскошный Титаник. 1990 год. Молодой Эдгар Сависар выступает на митинги за восстановление независимости Эстонии. В том же году он становится первым премьер-министром свободной страны. В 1991 году он основал партию центристов, одну из самых влиятельных в стране. Центристы не раз побеждали на выборах, но почти всегда оставались в оппозиции. Сависара за глаза и в глаза называли человеком Москвы, а его партию пророссийской, что для эстонцев звучит как предатель Родины. Факт и вещь упрямая. Центристы заключили договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия». А судя по некоторым документам, Сависар даже обращался к российским чиновникам с просьбой помочь его партии финансово. При этом Эдгар Сависар – почти несменяемый мэр столицы, который раз за разом побеждал на городских выборах. Чем-то он напоминает московского градоначальника Юрия Лужкова. Только Лужкова с поста снял президент России, а Сависара – эстонская прокуратура. Его обвинили в получении взятки и отстранили на время следствия. Следствие, впрочем, идет до сих пор. А вот нож в спину неожиданно вонзили свои же. Вождь Сависар раздражал многих даже внутри собственной партии. На минувшем партийном съезде 5 ноября две недели назад большинство центристов проголосовали против лидера. Так один из столпов эстонской политики превратился в обычного пенсионера. Он все-таки очень много комбинациями занимался. То есть очень комбинировал. Вы знаете, как сейчас популярно слово в связи с другим лидером, другой страны большой, нашей соседней – это многоходовочки. То есть Сависар очень много устраивал многоходовочек. И в каком-то смысле он тоже себя заиграл в угол. Отстранение Сависара стало толчком для серьезных политических потрясений. Партия центристов неожиданно стала рукопожатной. И с ней в союз, опять же неожиданно для многих, согласились вступить на неправящие партии. Запахло скандалом. Эстонский парламент буквально сам сыграл в многоходовочку. Вчерашние враги превратились в друзей. Голосуйте за Сависара, получайте Путина. А голосуйте за нас, соответственно, мы будем с этим бороться. Очень долгое время как раз эта страшилка использовалась. И партия реформ, и тот же самый союз Отечества и Республика говорили традиционно, будучи правыми партиями, что мы с центристами до тех пор, пока Эдгар Сависар является их председателем, даже разговаривать о возможной коалиции не будем. Как только центристы вышли из оппозиции, они вместе с новыми коллегами по коалиции тут же выразили недоверие нынешнему правительству и на глазах изумленной публики отправили в отставку премьер-министра Эстонии Тави Рейвеса. И это уже действительно стало сенсацией. Рейвес возглавляет партию реформ, которая правила страной все последние 17 лет. В Эстонии происходит в микрокосмосе то, что происходит в мире. Брексит, победа Трампа, агрессивность России, тут Донбасси, аннексия Крыма и так далее, кризис на нефтяном рынке. Эстония, как и остальной мир, созрела для перемен. В своей последней речи премьер-министр Эстонии не скрывала обиду, называя решение депутатов предательством. Оппоненты возражали, не надо теперь обижаться, надо было раньше работать лучше. В сегодняшний еще премьер-министр не хотел сделать более широкие шаги во всех отраслях, и в налоговом, и экономическом, и в социальном сфере, и в образовательном системе. То есть мы сейчас готовимся к такому крышку. Вчерашнему премьеру всего 37 лет. Молодой, энергичный и перспективный. А вот политического опыта, следует коллеги, ему явно не хватило. Тучи сгустились, прямо как на этой картине. Над головой премьеру уже давно считают в парламенте. Формально отправленный в отставку премьер-министр все еще находится у руля. Но в течение двух недель президент страны должна выбрать нового кандидата, который возглавит правительство. А пока за закрытыми дверями парламента партии пытаются договориться и сформировать новую коалицию. Пока переговоры проходят тяжело. Пока партиям удалось договориться о главном, Эстония по-прежнему будет держать курс на Запад. Надо находить дорогу компромиссов, если уж наш избиратель определился, что он хочет видеть в парламенте столь разных политических воззрений людей. Следующим премьер-министром страны, скорее всего, станет новый глава партии центристов Юрий Ратас. Человек, который, по сути, сместил отца партии Эдгара Сависара. Но сын за отца не отвечает. Это восстание поставило крест на политической карьере Сависара, но дало партии шанс прийти к власти. С другой стороны, Юрий Ратас молод, энергичен, любит лошадей, играет в шахматы, изучает португальский язык. И вполне может стать политическим долгожителем, как его предшественник. Мария Андреева, Алексей Иванов, Балтия неделя. Получается так, партия, за которую, кстати, голосовали многие русские жители Эстонии, а конкуренты их тихо ненавидели, неожиданно из золушки превратилась в принцессу. А кто же занял место принцессы? Король. Пока он бегал с туфелькой, с хрустальной туфелькой, его неожиданно сместили. Власть, как мы понимаем, лежит. Теперь другие люди будут ее поднимать. Так что это еще не конец. И нас ждет в этой истории много-много серий. Такое вот интересное кино. Ну а теперь в Литву. В Литве, как и в Эстонии, также период безвластия. Только в Эстонии власть скинули, а в Литве переизбрали. Победителем на выборах стал Союз крестьян и зеленых, который прямо сейчас формирует правительство. Уже точно известно, что премьером станет бывший глава МВД Саулюс Сквернялис. А начинал он свою карьеру, как простой полицейский участковый, между прочим. Союз крестьян обещает масштабные реформы. Уменьшение социального неравенства, реформа образования, эффективное управление общественными финансами, прозрачность решений, борьба с коррупцией. Все это будет прописано в правительственной программе. Программа реформ больше напоминает шоковую терапию. Действительно, число депутатов Сейма в будущем решено сократить на треть. И уменьшить количество вузов. А то молодежь уезжает на Запад, и литовских студентов все равно становится меньше и меньше. Опять же, новая власть обещает остановить эмиграцию. И главное, ввести госмонополию на винноводочные изделия. И продавать зеленого змея исключительно в специализированных магазинах в строго отведенное время. Особой строкой речь о безопасности. Балтийские политики, надо сказать, максимально серьезно отнеслись к словам Дональда Трампа, нового президента США. 20 июля он заявил следующее. Если Москва нападет на страны Балтии, то принимать решение об оказании помощи можно лишь изучив вопрос о том, выполняют ли эти страны свои обязательства перед нами. Если да, тогда ответ будет положительный. О каких обязательствах говорит Трамп? О том, что союзники и сами должны вкладываться в безопасность. Прежде всего, довести свой оборонный бюджет до 2% от ВВП. В рамках Литвы это миллиард евро. На 300 миллионов больше, чем сейчас. И если раньше литовские политики обещали увеличивать военные расходы постепенно, то на этой неделе новый парламент объявил ускорение и перестройку. Литва обязуется начать отчислять свои 2% на оборону уже в 2018 году. Так что в Литве на наших глазах происходит полная перезагрузка. Как кто-то из местных политологов пошутил, идет крестьянская война. А возглавляет ее союз крестьян и зеленых и немножечко Дональд Трамп. Теперь в Латвию. В Латвии праздник, День независимости. День провозглашения Латвийской Республики. Случилось это 98 лет назад, 18 ноября 2018 года. То есть для страны это абсолютно детский возраст. Но история получилась длинной. Откуда есть пошла земля латвийская? Мы попытались тысячелетия вместить в 3 минуты. Первые люди на Балтийском побережье появились еще 11 тысяч лет назад. А средневековые летописи фиксируют здесь племена балтов. Курши, селы, земгалы, латгалы. В 12 веке часть балтов попадает под политическое влияние русских княжеств. По всей видимости, они платят русским дань. В начале 13 века эти земли захватывают немецкие крестоносцы, которые огнем и мечом обращают балтов христианства. Здесь создается конфедерация феодальных государств – Ливония. В 1201 году по указанию епископа Альберта была основана Рига. Позже город вошел в состав Гонзейского союза. В 16 веке движение реформации проникло и в Ливонию. Религиозное брожение подорвало ливонскую государственность. В битву за Балтийский регион вступили Россия, Польша и Швеция. Ливонская война. Россия проиграла, Шведское королевство и Речь Посполитая поделили территорию Ливонии между собой. В этот период переживает подъем Курзомское герцогство. Оно даже захватывает заморские колонии в Гамбии, Африка и остров Табага в Карибском море. В 18 век. Северная война. Россия и Швеция. Петр I захватил Ригу. Позже в результате раздела Польши Россия завоевала весь Балтийский регион. Россия проводит индустриализацию прибалтийских земель. Рига превратилась в крупный промышленный центр империи. При этом российский царь сохранил привилегии немецких баронов, которые продолжали оставаться главной властью на местах. В конце 19 века начинается движение «Младо-латышей». Движение за национальную идентичность и независимость. Во время Первой мировой войны территория Латвии захвачена немецкой армией. Однако Германия проиграла войну, а Российская империя развалилась. 18 ноября 1918 года Народный совет Латвии провозгласил независимость Латвийской республики. В течение следующих двух лет Латвия отстояла независимость в борьбе с Германией, с Советской Россией и с отрядами Белой армии. Первая республика продержалась 21 год. В 1940-м Латвия была фактически оккупирована Советским Союзом, став 15-й социалистической республикой в составе СССР. В июне 1941-го в Ригу вошли уже немецкие войска. Бои на территории Латвии шли вплоть до 10 мая 1945 года. Красная армия разгромила вермахт, но Советский Союз отказался предоставить Латвии независимость. Очередной этап борьбы за независимость относится уже к периоду перестройки. 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской СССР принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской республики. А реальная независимость была восстановлена 21 августа 1991 года, после неудавшейся попытки переворота ГКЧП в Москве. Конечно, любая страна – это прежде всего люди. Люди, которые создают эту страну, люди, которые в ней живут, улыбаются вам или нет. И в конечном итоге, наверное, страна определяется тем, насколько людям здесь комфортно. А какая Латвия сегодня? Насколько в ней комфортно живется, например, Дайнису Ивансу. В конце 80-х он был лидером Народного фронта. Сегодня он политик, журналист, публицист. И, кстати, с нами на связи. Дайнис. Добрый вечер. Здравствуйте, Дайнис. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы были одним из тех, кто стоял у истоков нынешней независимости Латвии. Знаете, я встречаю в последнее время много молодых людей, и они недоуменно меня спрашивают. Вот была такая страна, Советский Союз, было так хорошо. Зачем вы ее развалили? Что вами двигало тогда? Что вы им ответите? Ну, я не считал ни тогда, ни теперь, что Советский Союз был чем-то хорошим. Я это вообще-то воспринял. Я теперь думаю, что что-то похоже на тюрьму, с этими страхами, запретами, с тем, что ты никогда не можешь выехать даже за границу, не можешь читать то, что ты хочешь. И, конечно, у нас в Латвии все-таки где-то в генах было то, что мы все-таки были когда-то свободной страной. И это было бы великолепно восстановить эту независимость. Дайнинс, а вот тогда, в 90-м, в 91-м, какое вы себе представляли будущую Латвию? Она совпала с тем, что вы видите сегодня? Знаете, я тогда это представлял довольно смутно. Но если бы тогда я увидел какую-то хронику будущего, сегодняшнего дня, я, наверное, был бы счастлив. Потому что, например, то, что мы стали все-таки западной страной, что мы возвратились в родной Европе, как говорил Чеслав Милош. А самое главное, это все-таки понятие свободы. Потому что свободный человек может выбрать любой путь, и его никто не может заставить снова возвратиться обратно там, где мы были. Я даже теперь думаю, что если бы мне предложили что-то очень многое, чтобы я возвратился, я не знаю, такой цены нет, за которую я хотел бы жить в Советском Союзе. А я как раз хотел бы, кстати, вас вернуть обратно. Вот если бы вы, зная опыт сегодняшнего дня, что бы вы исправили тогда, начиная все сначала? Я бы призывал людей сперва к какой-то терпимости. Потому что мы не можем достичь многое благополучия, и все сразу, моментально. В государстве, конечно, есть много что делать, но все-таки все, что нужно для нас, ну все мы имеем. Данис, а если вот вас иностранец, а я иностранец, вдруг неожиданно спросит, вот скажите в двух словах, какие плюсы и минусы у вашей страны? Минусы и достижения, кстати. Ну достижения, ну во-первых, я очень люблю свою страну, потому что это зеленая, красивая страна, мне нравится наша природа, мне очень нравятся наши люди, наше пестрое общество, которое живет в Латвии, даже те разные национальности. И я думаю, что может быть самая большая проблема, которую я считаю таким еще советским предрассудком, потому что нам доотбили в эти времена, что мы без вождей ничего не можем, не смеем, что мы не выживем, но мы доказали, что мы выжили. Нам просто надо как-то отделаться от этого шлейфа старых предрассудков. Данис Иванс предлагает жить без предрассудков. Данис, большое спасибо и с праздником вас. Спасибо и вас тоже. Спасибо, спасибо. Беусловно, у всех разное восприятие реальности, кому-то в Латвии хорошо, кому-то не очень. Я предлагаю на время праздников отложить наши споры в сторону, есть шанс повеселиться. В эти дни в Риге десятки праздничных концертов, салют и фестиваль света. Как минимум здесь очень красиво. Ну вот так вот. Идем дальше. Его в России знают как телеведущего популярной программы «Модный приговор». Но он прежде всего писатель. Да-да, историк моды, культуролог, коллекционер. Все последние годы Александр Васильев занимается тем, что он сам называет возвращением смыслов. Если и есть в чем-то смысл, так это в красоте. Здесь в Риге Александр Васильев на днях открыл музей моды в подвале 13 века. Из Подземелья репортаж Ольги Шакиной. Рижская улица Греценияку, то есть Грешников. В средние века улица Богатых. Отличный адрес для музея, который снаружи чистый магазин. На входе кафе с шампанским, лавка с недешевыми сувенирами. И только потом, по лестнице сразу на 10 веков вниз, в подвалы с текстильным антиквариатом. Платья за десятки тысяч евро, ремонт за миллион. Музей моды открыт на частные деньги, и владельцам хотелось бы зарабатывать. Бывший архитектор Наталья Музычкина открыла музей вместе с историком моды Александром Васильевым. Он эмигрировал из России в 1982 году, она 30 лет спустя. Но о том, что знакомые с детства говорят охотно. Еще в школе любили одеваться в старинное и мечтать о музее антисоветской моды. У Александра уже тогда была большая коллекция старинных платьев. Мы одевались в эти старинные платья и ходили по Москве. И еще тогда находились люди, которые видели нас в этой буржуазной одежде и шипели нам вслед, что вот таких буржуев мы в 17-м году и так далее. Первая выставка – 30-е эпоха арт-деко. Последнее десятилетие перед погружением Портово-Купеческой Риги в пучину советской аскезы. Похоже, для Васильева мода и дизайн – инструмент социально-политической критики. В России он на одном из главных пропагандистских каналов ведет программу о моде и проводит выставки из собственного частного фонда в лучших музеях страны. Но признает, что музей моды, который, как и синематека, должен быть в каждой европейской столице, в Москве открыть пока невозможно. Потому что в России еще не отработана система, может, будет когда-то отработана, частного музея. То есть я знаю, что есть олигархи. Но я не олигарх, которые покупают себе какой-то особняк и выставляют там, ну, скажем, свои яйца фабержея. Латвия представляется многим той мечтой о России, которая в России не случилась. Это мечта о комфорте, о вкусной еде, о чистом воздухе, о справедливых полицейских. Прибалтика и в советские годы была коммунистической версией Европы. Но Васильев утверждает, что любым мосфильмовским кинозвездам тогдашних лет до рижских банкирш 30-х как до луны. Как, в общем, и сегодняшним богачкам. Мода – это идеология. И чем больше я показываю моду, тем больше я понимаю, как некоторых коробит. Сама идея, что кроме современных богатых женщин на Рублевке, а они есть, кто-то еще хорошо одевался. А знаете почему? Много сквозняка на чердаке. Чердаки чердаками, а на открытие модного подвала явились не только звезды советских лет. Лилита Азалиния, Ивар Калныньш, но и бывший президент Латвии Валдис Затлерс, и нынешняя первая леди Ивета Вейонис, супруга нынешнего президента. Все они разглядывали ткани 100-летней давности, не без труда примеряли турнюры и, согласно строгой схеме, клеили на щеки предоставленные хозяевами музея – мушки. Подбородок – скрытая интрига. Левая щека – галантная особа. Правый уголок губ – жажда поцелуя. Ольга Шакина, Балтия, неделя. Все, что осталось за кадром нашей программы, о чем писали и говорили балтийские журналисты, в обзоре прессы ее подготовил Николай Яременко. Эстонское издание «Постымес» день за днем продолжает успокаивать читателя, который может быть взбудоражен недавними президентскими выборами в США и публикует интервью с американским послом в Эстонии Джеймсом Мелвиллом. По его словам, ценности – это вещь, которая не меняется в одночасье со сменой президента в Белом доме. Точно так же не должны претерпеть изменения взгляда заокеанского партнера на внешнеполитические проблемы. Ну а сами страны Балтии ждут военных НАТО. В Лиепае будет создана военная база, на которой будут базироваться расположенные в городе подразделения вооруженных сил. Помимо грузового и пассажирского, в городе появится еще и отдельный военный порт. Многие СМИ в Литве написали о том, что Литовская комиссия по теле- и радиовещанию решила остановить на три месяца ретрансляцию российского телеканала «РТР Планета» в Литве за подстрекательство к войне, розне и национальной ненависти. Выступление радикального политика Владимира Жириновского, который транслировался на канале, вызвало особое раздражение. В нем действия НАТО приравнивались к терроризму. В Латвии стали серьезно относиться к сексизму в рекламе. Так называют использование женского тела для продажи чего угодно. Издание ЛСМ обращается к теме половой дискриминации в рекламе. Мы видим рядом с шинами полуголых женщин, с шинами никак не связанных. Тоже мы видим в другой рекламе, где ищут механика, а на картинке полуголое женское тело с грязными отпечатками ладоней. Возникает вопрос, что же за обязанности будут у того механика? Впрочем, ведь для рекламы главное, чтобы товар продавался. Не так ли? В таких случаях, говорят, седина в бороду без в ребро. Пенсионер из Латвии стал настоящей звездой интернета. Несколько недель к ряду он шокирует сельчан. А поскольку все снимается на видео, то в восторге как минимум еще полтора миллиона человек. Столько лайков он набрал в Ютубе. Сначала он утопил свою Ауди в бассейне с Кока-Колой. Говорит, что хотел таким образом очистить автомобиль от ржавчины. Машину в хлам, дедуля доволен. Будем пробовать заводить. И она так и завелась. А напоследок он ее взорвал с помощью петард и воздушных шариков. В мир иной автомобиль отошел громко и красиво. В общем, дедушка жжет. А с другой стороны, почему бы не повеселиться на пенсии внукам на зависть. Такой была минувшая неделя. Неделя прошла, будет новая. Увидимся на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин